Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. В Челябинской области за сутки выявлено 159 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 11 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53013 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 39 человек. В Минздраве Челябинской области сообщили, что первые побочные эффекты после вакцинации против коронавируса появляются на первый-третий день. Легкая ОРВИ, болезненность в месте инъекции, недомогание – все эти признаки могут появиться от любой вакцины. Если у вас поднялась температура, можно выпить жаропонижающее. Это значит, что началось формирование иммунитета, в этом нет ничего страшного. Но если реакция более тяжелая, то нужно вызвать врача на дом, объяснили в региональном ведомстве. Отмечу, что после получения первого компонента вакцины временно стоит отказаться от алкоголя, бани и посещения массовых мероприятий. Эксперты говорят, что в этот период организм мобилизует все ресурсы на выработку антител, поэтому не стоит перенагружать свой иммунитет. На сегодняшний день в Челябинскую область поступило почти 116 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. В Магнитогорске водолазы областного поисково-спасательного отряда прогулялись по дну Урала. В городе прошла зимняя учебная тренировка. На улице минусовая температура, а они готовятся к погружению. Григорий Танаев в поисково-спасательной службе работает 10 лет. Он один из первых, кто прибыл на помощь пострадавшим при обрушении подъезда в доме на Карломаркса. Там при разборе завалов пригодилась специальность альпиниста. А сегодня Григорий Танаев тренирует навыки водолаза. Рассказывает. Глубина 3 метра, видимость около 30 сантиметров, но ил, только зайдешь уже, ил поднимается, ил просто уже до маски. Видимость, ил выше колена. Ориентироваться в таких условиях помогает напарник Евгений Щукин. Тоже водолаз, но сегодня работает на земле, контролирует все передвижения коллеги с помощью специального троса. Объясняет, существуют определенные сигналы для водолазов. Определенные сигналы. Допустим, водолаз на грунте один раз дернули, то есть он нам продублировал, мы понимаем, что у него все в порядке. Также один раз дернуть это, то есть общение с водолазом. Я ему выдаю слабину, сколько ему идти, сколько влево, сколько вправо. С каждым проходом я ему на метр выдаю, и тем самым он прочесывает дно. В магнитогорском отряде спасателей допуск на серьезную глубину в 60 метров есть только у шестерых человек. Требования к водолазам жесткие, в первую очередь крепкое здоровье. Ведь на дне под давлением они проводят по несколько часов. Чаще всего погружаться приходится, когда спасать уже некого, сожалеет заместитель начальника поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин. В основном это рыбаки, либо бывают у нас случаи, это любители активного отдыха покататься на снегоходе. Такие тоже у нас есть, к сожалению. Все должны прекрасно понимать, что если уже работает водолазная станция, то, к сожалению, мы ищем уже погибших людей. Сейчас же подо льдом в рамках обязательного профзачета ищут условный клад – кусок трубы. С поставленной задачей опытные магнитогорцы справились, как и коллеги из Челябинска. Всего в регионе работают три круглогодичные водолазные станции. Следующими экзамен сдадут спасатели из Золотоуста. У них учения пройдут на озере Тургая. В детском оздоровительно-образовательном центре «Горный ручеек» отдохнуть со всеми удобствами с текущего года смогут и родители. Причем не только тех детей, кто находится в центре, но и те, кто захочет просто провести время на природе с семьей. В «Горном ручейке» за несколько последних лет произошли кардинальные изменения. Во всех корпусах заменили окна, в блоке для персонала отремонтировали входные группы, подъезды и квартиры, приобрели новую мебель, установили 11 новых теневых завесов на территории и провели ряд других работ. Изменения, которые мы можем видеть сегодня, действительно очень значимы, отметил глава города Сергей Бердников. Впервые с момента образования центра приступили к созданию комфортных условий для проживания педагогического состава. «Это особенно важно, потому что весь персонал живет и проводит время заездов на территории центра». Конец цитаты. А с этого года появилась возможность размещать на территории центра еще и родителей. Информацию об услуге, а также об условиях проживания родители смогут узнать у руководителей детских садов. И о погоде. В выходные в Магнитогорске асиноптики обещают 9-14 градусов мороза. Переменный ветер 5-7 метров в секунду, временами снег, возможен туман. В понедельник 8 марта похолодает, ожидается 13-19 ниже нуля. Усилится в понедельник и ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу 723 миллиметра ртутного столба. в воскресенье 718, в понедельник 721. Это была программа «Вести Магнитогорск». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин